и ребята всем привет по многочисленным просьбам очень много в личку просьба все-таки показать как обслуживать фильтр на квадроцикле так вот на этом на котором я сижу квадроцикле как все-таки фильтр обслуживать обслуживал я один раз все когда проехал тысячу километров но тогда я вообще понятия не имел в интернете информации нету как это все делают и методом проб и ошибок я все-таки обслужил его сейчас уже наездил я чуть 3 тысячи километров у меня пошла и соответственно уже забито все по полям и вообще на чаще обслуживать всякими этими одуванчиками для всю забита здесь и соответственно надо бы давно уж почистить руки не доходили а сегодня погоды нету у нас все лето погоды нету а сегодня еще и свет у нас дома выключили думают дай-ка фильтр обслужу пока нету электричество и есть время тем более у меня еще проблема да какая была фиктация камеры да тут же много всяких под разными углами и как вот снимать это все было неудобно на потом все откладывал а сейчас у меня новый штатив ребята приобрел я наконец-то штатив а то блогер был без штатива какой блогер без штатива так что у меня сейчас есть возможность все снимать под любым углом хоть как камеру закреплять сейчас я вам штатив покажу и начнем соответственно еще простыла немного последний раз мы с колей ездили туда за орлов то я вам показывал и простыл тогда сопли текут швыркать будут так что не обращайте внимание сопеть будут чавкать так что сейчас я вам покажу штатив что из себя представляет и начнем обслуживать фильтр смотрим то на себя представляет вот в такой штучке вообще удобно носить на плече с собой я очень на поиски беру багажнику туда закрепляю так ну что распечатаем похвастаюсь я своей приблудой вот так он выглядит ребята соответственно все раздвигается три ножички здесь у него вот так груз можно вешать сюда дальше здесь у нас уровни здесь уровень стоит плюс где-то еще уровень не видел а вот здесь уровень стоит чтобы можно было выравнивать да здесь у нас камера вставляется ну здесь соответственно ножки по-разному регулировать и ручка можно это все сложить соответственно и носить так легенький совершенно хотя это все алюминиевое здесь пластик ножки это все алюминиевое вот такой ребята у меня такив чик новый изначально квадроцик шел вот в таком виде на баке у него такая штука была как вы здесь видите да и чтоб добраться до бака так скинемся духу сейчас я вам покажу все секундочку убираем сидение крепила здесь на двух болтах плюс здесь что добраться до самого бака нужно было что сделать сейчас я вам покажу нужно было раскрутить вот эти болты вот здесь два болта стояла дальше нужно было в общем снимать все полностью вот здесь снимать оборудование снимать руль и что вот эту пластмассу убрать но мы как сделали выход из положения какой нашли я взял болгарочку просто взял выпили на хрен убрал и вот этот уж он нафиг не нужен колпак это все выкидываем внедрение хрени да кто не хочет его выкидывать можно здесь резиночки поставить такие знаете окна на троллейбусах состыкуются такие буквы н резинки и обратно это все поставить то если не хочет я вообще убрал отказался в принципе от такой системы и оставил так дальше что она сделать открутить вот вот этот болт и вот там есть болт под рамой и вот этот болт открутить который бак держит два болта в общем на надо снять и скидываем бак и откручиваем вот этот еще болт бак держится на двух болтах там внизу сухарь так что оп на 8 гаечка секунду болт вернее не гаечка все и название путаю откручиваем блин болею никакого энтузиазма к работе нету вот такая тут стоит болт вот такой и плюс тут стоит еще втулка желательно ее ребята не терять я покажу вот она распорная втулочка вот такая так дальше дальше нам понадобится вот такая тюлечка погодите электрики едут электрики приехали мешают работать вот такая тюлечка в общем ребята нужно для чего показываю чтоб шланчики не отсоединять да нам все надо можно сделать вот такая хитрый способ чтоб соответственно поставить что там видно да чтоб не мешалась дальше смотрим что у нас электрики которые постоянно мне мешают работать и жить так ребята кулак кажут сейчас смотрите здесь идет у нас карбюратор до свет давайте ребята здесь идет у нас по трубок как вам показать то лучше все это говорит нету и не будет и соответственно сам фильтр бокс крепится вот на этом болте на одном а этот был соответственно чтоб снять надо сначала здесь открутить а потом здесь планочка стоит откручиваем ее и соответственно у нас останется хомут только раскрутить и все и можно фильтр бокс вытягивать через низ вот через эту щель я по-моему вытягивал точно не помню да по моему здесь я его выводил и начинал уже разбирать ну что приступим и так здесь у нас что сначала давайте фильтр боксом а нет отставить сначала мы сделаем что мы сначала хомут ослабим обыкновенной отверткой хомут мне тут некоторые товарищи предлагали поменять потому что он действительно мягкий продавливается говорит нормальный поставь но пока ничего вроде держит опять же напоминаю не теряем болтики гаечки специальную кую ванночку для них содержите чтобы потом не бегать по всему гаражу и не искать так фильтр бокс у нас сейчас освобожаем вот эту планочку ибо она нам помешает выводить потом фильтр бокс я сначала не придал значение то когда первый раз обслуживал не понял что он откручивается в принципе теоретически можно вывести и снимать тихо тихо я лёша записываю не мешай давай электрики ко мне пристали принципе теоретически можно планку эту не откручивать так как первый раз я снимал когда фильтр бокс то я так его вывел но потом то я уже заметил что-то в планка оказывается убирается вот так так сейчас будем я уж не помню как его здесь снимал с карбюратора снять ребята легко все фильтр бокс у нас снят сейчас мы будем разбирать чистить обслуживать вот такая система здесь не сложно но опять же повторю если вот эту пластмассу не уберете чон там не видно о вот эту пластмассу если не уберете вам никак фильтр не снять так 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 ну что погнали вот что здесь представляю сейчас можно принципе карбюратор откручивать и все обслуживать здесь так сказать все что вам нужно подобраться ко всему сейчас можно так разбираем фильтр бокс куда внутри но это знаю там уже разбирал его ну что ребята откручиваем 4 болта тут секретных тут у стоит нормальный такой в плане что у них не один просто губка еще защита стоит не то что защита тройная степень фильтрации была двойная когда первый раз обслуживал сделал тройную степень фильтрации соответственно грязи точно меня не хапнуло но подзабиться подзабиться подзабился момент истины вот он как выглядит у них фильтр интересный это вот я уже тут приколхозил на это он снизу он немножко черпанул пыли так это суда ложим дальше чё дальше-то а это достается да я уже забыл вот он сам фильтр бокс сейчас мы его промоем еще железная решеточка зачем-то для грубой очистки хотя ее на по идее стоит впереди почему не зад его поставили узкоглазы непонятно ну что я думаю смысла нет вам показывать как это обслуживать это все разбираться вот здесь так раскручиваешь вот она фильтр где-то у меня есть пропиточка можно маслом сейчас я вам покажу секунду если найду ни хера не найду в другом гараже у меня сейчас я принесу и вам это покажу как пропитывать буду все это промою ну и здесь видно что пыль грязь вот по полям ездишь все дуванчики впитывают это уже я тут сделал я бы обслуживать ой обслуживать промывать смотрим дальше все промыл я чистенькая у нас все стало моил я в горячей воде с мылом несколько раз грязь все унылась а пропитка она до сих пор немножко осталась хорошая пропитка вот такая штука фильтр пропитываю не учтите за рекламу просто специальные средства в общем есть если у вас нету конечно маслом но это вот хорошее она засыпает и тянется так вот такой пропитка так что мы сейчас делаем вот у нас фильтр так стоит да когда я мою сюда попадает вода есть сливаться некуда и она у нас здесь грязь собирают что мы сейчас делаем мы сейчас здесь три дыры просверлим вот в этом месте для чего когда вода будет попадать она у нас будет сливаться снизу до элементарно три дыры сверлим можете больше я думаю трех вполне достаточно будет так фасочка чтоб вас очка фасочка желательно убрать можете не убирать я уберу ножиком секунду для чего нам надо фаску убирать чтоб вода не задержалась такая не сложная процедура можно и не убрать принципе вот и все делов то как говорится что нам это даст ну кто посмекалисти уже понял да чем мы от этого выиграю кто не очень смекалистый объясняю вот они дырки вот здесь у нас пазы так сейчас я вам покажу фильтр ставится вот в этот паз пластмассовый да и когда в мою сверху залита вода сиденья с квадроцикла и она вот здесь у меня стоит почему стоит потому что здесь же уплотнитель есть на крышке до снизу сверху с боков и он не дает вылиться сразу же и и соответственно вода попадает переливаться за губку мочит и даже теоретически может залезть и захлебнуть он карбюратор чтобы этого избежать мы сделали сливы дырочки под сливы за буртиком вот для чего это нужно что собираем я сначала что делаю я сначала собираю а уже потом начинаю пропитывать вот так я это не знаю почему но мне так удобней так с какой стороны болт с этой закручиваем вот так это выглядит да не смотрите что выставляется края все это подожмется дальше берем нашу пропиточку и аккуратненько наносим с обеих сторон пропитывая а сейчас жидкая потом когда пропитаться все она загустевая подога у нее сейчас виде она вообще не липнет как вода сейчас она в губку пропитаться и консистенция у нее сейчас постараюсь вам показать да камера нихрена не передает походу надо фокусируйся вот видите чем лучше она масло так не будет она вот она замерзает и встает вот такой консистенции все пропитали дальше что дело вставляем наш первый защитный слой просто туда его запихиваем и все смотрим чтоб в паз у меня не встала здесь еще разик что в пазы все входило и тогда у вас будет все ходить так как надо все спасано вошло а уже замерзает липко остается вот так это выглядит шутку и простыл еще раз говорю так извиняюсь дальше можно сбрызнуть эту тоже штучку засохнет все равно какие-то грубые только я не знаю почему они сделали что пойдет отсюда на грубую очистку оставить да они бестолковые почему дают зад сделали ладно сделали так сделали по идее вот это так завода идет я же ставлю еще суда один фильтр проверено что все ходит довольно четко опять же пропитываем его сильно не усердствуем а то зальем это у нас все таки чистовой уже обработки чем интересно вот этой голубенький цвет немножко имеет и видно куда распыляется и больше и меньше можете пожмякать пропитать всю губочку и все и вставляем просто и сюда можете к фильтру грубой очистки вот к эту черному даже и прилепить она вот так будет стоять это все хозяйство воды вся степень фильтрации ставим обратно крышечку не забыв тут убрать всю грязь также можно что сделать вот сюда внутрь брызнуть чтоб на края попала сама сама жидкость для чего это нужно делать а для того что которые частицы будут проскакивать до мимо фильтра на стенках будут задерживаться я вот еще так предпочитаю делать ну и все закрываем фильтр и собираем на четыре болтика все это крепится и можно устанавливать обратно смотрим чтоб нигде ничего у нас все в пазы зашло когда будем затягивать и смело можно ездить опять тысячу километров но если по пыльным дорогам гоняйте конечно лучше чаще обслуживать тысячи километров если не очень пасть с пыльным то в общем чем чаще обслуживаете тем дольше он будет у вас ходить техника смотрим здесь что все четко было если нет проклеиваем у меня тут нормально все вроде вроде или нормально не нормально да воздух не подсасывает когда закрутили еще раз осматриваю что все плотно его вот некоторых местах видите не прожимает вот так может подсасывать в этом месте все ну что фильтр готов можно устанавливать его обратно здесь у меня щель небольшая была но не поджимала болты распирали и отходила подсос был небольшой взяла изолентой просто обмотал черный и крышечку поджала в этом месте она отходила что не есть хорошо подсос был бы воздуха мимо фильтра ставим на место сейчас нам главное его завести обратно так мусор какой-то тут у меня пойми протереть надо здесь сабон стоит вот он и он из редуктора масло выкидывает но излишки там я не знаю оборотов соответственно здесь у меня грязь было тоже убрать эту всю грязь нафиг она тут не нужно заметил я тут все ну что устанавливаем нам сейчас надо его завести туда такой процесс интересный оп оп очки даже я бы сказал а не оп так не вижу ничего а вовсе понял чё куда провода всякие мешаются все гофу накинули принципе мы его потом затянем сейчас давайте поставим поставим планочку на место никакой симметрии ничего тут нету так наверно да или так нет не так все же вот так это узкоглазые сделали ой 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 потерял болтик все это мы закручиваем наживляем сразу же протягиваем вибрации идут так что можно хотя чуть-чуть не силовой элемент дальше следующий был закрепляем сам воздуха вот так вот он вот так вот болт потерял а вот он куда закатился да как я доставать буду секунду да как да да ну да оп готова закручиваем обратно вот такая ребята несложная процедура если при условии что при условии что конечно если знаете как это все делать я первый раз как ходил ё-моё вокруг него ходил как баран на новые ворота смотрел с какой стороны думать тебе подступиться где тут хомут затягивает смотрите чтобы он ровно села обжимал если поспешите то воздух будет отсюда подсасывать грязный чревато а потом замене поршневой так все в принципе дальше чё ставим бак бак ставим аккуратненько не перегибов не в ту сторону секундочку вот так он у меня идет надо для чего так сделал чтоб шланчики соответственно все снимать садим на посадочные места все так вот я сюда вставил неудобно немножечко все сделано как и везде блин да что ты будешь делать чтоб наживить этот болт то ужас надо что сделать так дай-ка мы его просадим чтобы он не выскальзывал вот так и накидываем гаечку соответственно все сейчас спортивно прежде чем протягивать сначала так у нас что тут на 8 тоже так вам не видно них хига вот сюда ставим втулочку не забываем распорную и закручиваем вот так ну и соответственно там гаечку тоже под баком здесь закручиваем дальше устанавливаем седуху на свое законное место все можно заводить фу вот и все ребята ничего сложного полчаса работы и фильтр обслужен и техника ходит опять исправно и служит вам верой и правдой каждый 1000 километров по пыли кто ездит повторюсь еще почаще все спасибо кто смотрел кто не подписан на канал подписывайтесь ставьте грозные лайки пишите комментарии а мы продолжаем снимать всем пока